Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Где-то минуту, расскажи вообще, кто ты, чем ты вообще занимаешься? Никита Дурунда меня зовут, Роберт Вающий. Я из города Вобруйск, в Гилевском области рассказали. Ну, сколько тебе лет? Мне 13 лет. 13 лет. Чем ты занимаешься в 13 лет? Обычно в 13 лет, мне кажется, гуляют на улице, просто так, сжигают время. Я сжигал время у компа. Ну, а как ты вообще попал на тест-драйв? Мама у меня работает, ну, она тоже с Цивиком, ЛМ там уже. Она в разных компаниях. Так вот, ну, позвали ее на какое-то собрание, ну, там чисто предложить что-нибудь там еще. Да, и там собрались Ольга Козулина, еще какая-то девушка, и Людмила Винслав. Фамилия такая Винслав у меня. Так вот, мы собрались, и Людмила начала разговаривать по поводу, вот, FIFI по поводу биокатализатора. Ну, вот. Ну, папа у меня заниматься не будет, это ему не надо. Ну, я решил попробовать, вот. Так что, смотрю, что получится. Не, ну, правильно, я к чему подвожу, потому что и у меня регистрируются, как бы, рабочие стратики по 14-15 лет, но, как правило, они, как бы, не доходят. Может, единицы на миллион, такие люди, которые реально взялись за дело и готовы что-то делать. Ну, а как ты считаешь, если в 13 лет начать бизнес, к 18 годам, ну, тебе придется идти на работу вообще работать? Я думаю, что уже не придется, если. Ну, а ты пришел чисто попробовать или уже конкретно до конца дойти? Я думаю, что уже до конца. Хорошо, а ты, когда, вот, ты работаешь там в социальных сетях, да, в интернете, у тебя же, получается, каждый из нас, у него аудитория, как бы, практически ровесники. Но, если ты пойдешь по ровесникам, то, в принципе, это будет, мне кажется… Меня не поймут. Да, это, мне кажется, будет конвейер такой большой, а выхода из него будет меньше. А как реагируют люди, которые повзрослеют? Знаете, как реагируют? Пишу ему, ты то, ты кто? Ну, как ты на меня попал еще там что-нибудь? Ну, ему все рассказывают, ну, только вот 10% из общей массы соглашаются, ну, им интересно, смотрят, что это такое… А процент, как бы так, тех людей, которые заходят на тест-драйв и, как бы, говорят, ну, почему? Ну, довольно-таки неплохо, интересно там работать. То есть, или у тебя просто есть болезни… Ну, человек один есть, это точно. А второй, ну, посмотрит тест-драйв, завтра и скажет, что там… Просто есть болезни у людей, им кажется, что они уже столько перелопатили, ну, там, 100, 200, 300… Никто не хочет, да. То есть, ну, ты как реагируешь на большое количество отказов? То есть, а это нагнетает, убивает? Обидно, конечно, но… 100 миллионов людей в интернете, так что… Ну, то есть, ты понял, что здесь сила чисел, да? Да. То есть, чем больше ты пропустишь через себя, тем лучше… Да, тем больше… Да. Это что там, в Абрюске на земле презентации проводят? Что, в Абрюске должны проводить? Не, ну, мы уже работаем в интернете. А, да. Или им там на земле собирают людей, приглашают. Да, да. Ну, если так вот работать, то… Да, то по интернету, а так пригласили в кабинет. Ну, зацепило. Да. Это им повезло просто. Ну, тебе в любом случае надо прилипать, найти выше, кто там выше ее, короче, и прилипнуть к тем людям, кто работает в ProfTV. Потому что, а чем тебе может спонсор помочь, если она даже бизнес не мечет? Да. Ну, вот Влад Богданов, например. Я с ним приехал. Значит, с Владом как бы надо… Да. Я с ним приехал, так что. Да. Найти именно того человека, кто работает по системе, кто знает, как это делать, кто зарабатывает деньги. Потому что… Да. Вот так вот. В 13 лет можно спокойно делать бизнес в интернете. Абсолютно не заморачиваться ни на какие… Ну, то есть, на ленивых людей. Не убивать свое время в интернете, в игры. Просто просаживать или еще где-то. Извлекать от этого прибыль. Человек в 18 лет уже будет свободен, как в финансовом плане, так и, ну, в принципе, вообще в жизни. Вот. Кто для себя что-то взял, вам только на тест-драйв. Потому что человек начал бизнес только после того, как получил информацию правильно. А правильно ее можно получить только на тест-драйве. Поехали. Угу.